Сбывал поддельные купюры, заказывая товары и еду на дом. 30-летний житель Перми предстанет перед судом за хранение, перевозку и сбыт фальшивых денег. Жертвы преступника, курьеры, чьи услуги стали особенно востребованы в непростой эпидемической ситуации. Что задержан? Спортит? Я вообще не понимаю, что происходит. Оперативные кадры задержания подозреваемого с поличным, пятитысячной купюрой. Мужчина обвиняет в совершении сразу четырех преступлений, изготовлении, хранении, перевозке и сбыте поддельных денег. Фальшивки он хранил в тайнике, мелочью не баловался. Осуществлял хранение и сбыт поддельных денежных копий урдостоинством 5000 рублей. Как правило, сбыт осуществлялся при оплате товаров, доставленных курьером. То есть, позвонив в службу доставки, он заказывал какие-либо виды товаров, в том числе продукты питания. Полиция призывает курьеров быть бдительными. Подлинные пятитысячные банкноты печатаются на специальной бумаге, которая имеет несколько защитных признаков. Это водяные знаки, защитные нити, а герб Хабаровска должен переливаться и менять цвет из фиолетового в зеленый и наоборот. Дело о фальшивках передано в суд. Человек незадолго до совершения преступления находился в местах лишения свободы, только освободился и сразу же совершил повторно сбыт денежной поддельной купюры. Теперь сбытчиков фальшивок, скорее всего, ждет новый длительный срок. Андрей Григорьев, Евгений Гуляев, Телевизионная служба новостей.